друзья всем огромный привет я рада вас приветствовать на своем канале дача в снегирях город новосибирск меня зовут ирина и сегодня в этом ролике я хочу показать обзор своей рассады как растет потому что рассада скоро поедет на постоянное место жительства на мой дачный участок нас устанавливается теплая погода на следующей неделе и уже какую-то часть рассада я повезу на дачный участок ну что сейчас хочу показать вам что у меня как растет как себя чувствует и хочу в этом ролике показать вам такие покупки мечты для дачи ну я думаю что каждому хочется что-то приобрести для своего дачного участка особенно весной когда такое изобилие всего продается ну в общем друзья начнем обзор знаете хочу показать вам вот эту тунбергию такая она красивая здесь два растения посмотрите я буду ее использовать как ампельное растение но ее можно использовать так же как и для вертикального озеленения на своем участке вы знаете я вот ее сеяла в декабре месяце одновременно с дихондрой сейчас покажу вам дихондру посмотрите вот какая разница в принципе она растет неплохо дихондра у меня была посеяна моему двадцатых числа в декабря и вот такая тунбергия я наверное на следующий год совсем откажусь от дихондры потому что но уж очень долго она растет сохранять черенки чтобы она была красивая и с такими длинными 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 плетьями как это показывают на рекламных фото я думаю что я вот выберу на следующий год выращивать только тунбергию посмотрите до разница то есть если его даже одно растение посадить в кашпо то это будет такая красота я выберу на следующий год именно тунбергию во первых семена стоит недорого и растет она прекрасно вот в один день по посеяли семена так еще что хотела вам показать буду убирать ну вот так выглядит ящичек с дихондрой вот она такая пушистенькая я все-таки выберу тунбергию вот так выглядят мои бархатцы ведь уже какая корневая система я конечно первый цветочек всегда отщипываю чтоб потом они пустились ветвились и радовали глаз своими красивыми колобками хотела показать вам вот так у меня выглядит сальвия сальвия сею каждый год и высаживаю на своем участке каждый год очень нам не нравится неприхотливое растение всегда хорошая схожесть в общем вот такая сальвия листики мне у нее очень нравится как будто березовые листики такая красотка с вами здесь цене цене у меня от партнер белый антик и космополитен 28 февраля была посеяна я вот здесь вот у этого растения прищипнула верхушечку и поэтому она такое как корявенькая получилось а это такое ровненькое здесь тоже прищипнута верхушка уж очень у них красивые цене из этих серий хочу вырастить на своем дачном участке так еще что хочу показать вам баку 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 по семена дороговатого этого растения и вы знаете вот из семян у них у боков сиреневых у белых очень мелкие цветочки продают вегетативную там гораздо крупнее цветок растения по мощнее в общем если выбор пойдет на баку баку то скорее всего я буду заказывать вегетативную баку именно потому что растение гораздо мощнее и цветы крупнее так еще что вам хотела показать так ну сегодня вот покажу вам подстригла лобилию вот так она выглядит мне здесь и немного по моему ривьера ривьера и голубая лагуна вот здесь у меня два вида в обилии я уже его корнала в общем вот так она выглядит часть рассады я уже убрала кончик у меня балкон застеклен и поэтому рассада томатов питуньи у меня находится на балконе так еще что хотела показать вот тоже питунья моя так она выглядит здесь разная уже несколько раз прищипнутая подстриженная конечно она уже просится в объем побольше потерпит то есть вот так выглядит питунья еще что хотела показать еще каждый год выращиваются не рарью приморскую очень мне нравится это растение для каких-то совместных посадок неприхотливая вообще очень люблю с ней рарью приморскую вот так выглядит саженцы рассада моей цинирарью так еще сейчас покажу вам вот так у меня выйдет мои колиусы разноцветные такие веселые веселые ребята тоже такое неприхотливое растение для контейнеров для вазонов кому как нравится либо клубы в общем очень хорошо растет схожесть хорошая ну бывают какие-то моменты что где-то что-то не зашло ничего страшного так это колиусы такие еще ребята смотрите красота красота такие зеленые вы знаете когда у колиусов листочки потрогаешь они так пахнут вкусно мне нравится так колиусы и вот еще такие колиус видеть красота ним невероятное обожаю их такие колиусы у меня наросли еще что хотела вот у меня буквально сегодня распустились виолки такие красавицы я виолы первый раз выращиваю именно рассадой ну иногда покупала на рыночках она не очень дорого стоит в этом году решила посеять виолку сама и в общем вот такая красавица она конечно маленькое растение ее лучше посадить в кашпо высадить в кашпо ну по несколько штук я вот хочу попробовать высадить в кашпо штук по пять по шесть в общем вот такая виола и еще в этом году я также купила семена виолы ампельной она так и называется виола для вазона вот такая видите вот я им тут прищипывала и в общем пошли дополнительные побеги помимо тех которые у него изначально образовались в общем вот такая виолка посмотрите если вы так кашпо очень красивое милое растение так еще что я хотела вам показать хотела показать вам рассаду своего перца я вообще не знаю что с ним делать он выдубил вообще это ужас дольте на испания биотехника посажена 10 февраля вот такие мои перцы сейчас еще покажу вам мне конечно их пришлось перевалить горшочки побольше это двухлитровая двухлитровый горшочек это у меня блэйд f1 такие у меня перцы я перцев выращивала совсем немного буквально несколько штук штук пять шесть небольшая семья поэтому нам достаточно такие перцы и вот здесь у меня перчик это дольче до испания тоже ведь большой такой дольче до испания биотехника перцы радуют конечно следующий год посеять чуть попозже и хотела вам показать хотела показать вам решила знаете попробовать черенковать бакопы не написали под видео что она очень хорошо черенкуется на самом деле я не ожидала что у меня получится я просто отрезала побеги у бакопы и посадила вот такой контейнер тут просто у меня обычный грунт из магазина вот так закрывалась крышечкой плотно иногда проветривала я стояла под лампой и вы знаете она такая зеленая хорошая и у нее мои бакопы здесь корешки появились я очень рада что она не так 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 меня порадовала в общем вот такой мой опыт черенкования бакопы в этом году так дальше хочу показать вам свои хотелки я очень люблю много на участке и в этом году моя мечта или отель гибрид салтар его она очень крупная здесь написано что цветок до 22 сантиметров на самом деле я видела у людей именно этот гибрид или очень красивая очень крупные цветы в общем моя мечта моя мечта сбылась я вот здесь сейчас покажу вот эти луковички хранятся в холодильнике в этом же субстрате в котором они находятся знаете тут уже вот такие корешки ведь так она выглядит я перед посадкой обязательно обрабатываю максимом прям замачиваю свои лилии и сажаю на глубину 20-25 сантиметров и осенью обязательно обрабатываю дело те места где у меня растет лилия легким березовым и у меня их мыши не едят вот видите корешочки так что вот такую лилию я себе купил очень хотела и аккуратно поставлю еще в этом году не знаю как она перезимует у нас купила гипсофилу у нас городе новосибирске на северном проезде есть огромный флористический центр гринвиль где там огромное количество растений продают саженцев у них скоро открывается торговая площадка по моему с 4 мая города в городе новосибирске многие знают об этом центре я вот иногда туда приезжаю там глаза разбегаются все хочется но держу себя в руках решила попробовать вырастить у себя гипсофилу цена сто семьдесят восемь рублей по моему вот одной упаковочке она по моему вот это подешевле ну какая-то из них подешевле там действует система скидок если есть карты этого магазина чуть-чуть подешевле можно купить растения и вы знаете сейчас покажу как выглядят эти корешки гипсофила такие они такие смешные корешки вот здесь есть росточек я поставила в воду не знаю что с ней делать вот тут корешок какой-то черненький мне кажется его нужно обрезать обработать и тогда только высаживать решила попробовать так что вот гипсофила буду высаживать на своем участке так и еще одна моя мечта сбылась я опять не удержалась опять же в этом садовом центре правильно называется флористический центр грин бель это не реклама просто я показываю что я там купила для своего дачного участка купила голубику голубика высокорослая река вот эта река голубика там голубики мама дорогая сколько выбора сколько саженцев очень много вот в таком техническом горшке она здесь росла потому что у меня здесь выглядывают корешки хочу попробовать посадить у себя на участке высадить это растение и мне кажется что почему бы и нет она зимостойкая до минус 35 выносит холод такой и если ему укрыть ухаживать за ней я думаю что почему бы и нет не вырастить сибири голубику вот у меня есть уже одно растение в том году покупала ну такое в коробочке по моему 400 с лишним в районе 500 рублей она стоила голубика я ее посадила на своем участке она у меня прижилась ну по моему перезимовала хотя я укрывала укрытие ветром сорвало не знаю когда я вы сорвало в общем я так трогала смотрела этот свой саженец который перезимовал мне показалось что она живая и решила вот такую купить там даже есть вы знаете уже прямо на цвету прям с цветочками но я выбрала без цветочков думаю как-то что рановато еще у нас ничего не цветет даже нет зеленых листочков цветущая голубика я думаю что она замерзнет поэтому я взяла без цветочков вот такая голубика сорт река и стоит она девятьсот сорок один рубль вот такой саженец это если есть карта без карты стоит 1318 рублей вот девятьсот сорок один рубль хочу вырастить прям мечтаю я смотрела обзоры особенно подмосковье север московской области там ее выращивают прям больших количествах есть даже питомники где вырастет это голубика там такие кусты собирают такой прекрасный урожай короче мне тоже захотелось вот что еще хотела самое главное не поздравила всех с первого мая поздравляю всех с праздником желаю вам здоровья прекрасной погоды отличной рассады богатых богатых урожая вот так что показал вам что у меня сейчас растет как все эти себя чувствует что радует глаз вот друзья увидимся на даче снегирях буду вывести обзоры сейчас конечно очень много работы нужно убирать участок чистить его все выгребать вывозить остатки мусора мусор какой обрезать все растения все подготавливать чистить рыхлить полоть вот и скоро пасха 5 мая тоже всех поздравляю с этим прекрасным днем с наступающей паской завтра чистый четверг буду печь куличи в общем так вкратце рассказала и для настроения сделала себе вот такую красивую корзиночку такую красивую корзиночку зайчиком порадовать глаз наша жизнь состоит из таких молодей из таких больших радостей вот так что друзья все радует глаз и все растения я довольна в этом году довольно своими покупками жду вас на дальнейших обзорах свои своего дачного участка что я там делаю как делаю работу очень много все друзья до новых встреч пока пока пока